Многим из этих ребят еще нет 16, но несмотря на юный возраст, среди них есть те, кто решил связать свою жизнь с флотом. Кого-то влечет море, кто-то продолжает семейную династию. Один из будущих студентов высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова Даниил Юдин. Его родители прослужили на флоте более 25 лет. Папа штурман, мама работала в медсанчасти. Их пример не мог не вдохновить сына. Отец штурман очень часто брал меня в детстве с собой на работу, очень много рассказывал про штурманское дело. И давно еще в детстве решил, что тоже хочу быть штурманом. Это показалось мне очень интересно. Есть новые корабли, зеленый дол, вот я знаю, относительно новые корабли. Ну, у всех идет переуражение, новые ракетные установки. И в целом Черноморский флот не самый слабый флот России, можно так сказать. Да, конечно, нет на Черноморском флоте ядерных подводных лодок и кораблей с ядерным реактором. Но, тем не менее, Черноморский флот, я думаю, один из сильнейших флотов как России, так и в мире. Пока на территорию училища ребята пришли с экскурсии. В день открытых дверей можно не только посмотреть на военную технику, но и опробовать прицел стрелкового оружия. Пистолеты, гранатометы и автоматы привлекают мужчин всех возрастов. Опытом делятся не только курсанты, но и воспитатели. Вся жизнь построена на опытах личных, и их надо передавать. Хороший опыт и плохой тоже надо им рассказывать, чтобы они его не повторяли. Как-то мы стреляли на первом курсе, выполняли стрельбы из гранатомета. И если вдруг стреляющий торопится, а заряжающий не успевает отбежать, то может накрыть волной ударной. Вот про этот случай я и рассказывал своим воспитанникам. Самое главное передать им все лучшее, чтобы они достойно потом представляли наше училище. От выставки техники и оружия переходим прямиком в учебный класс. И здесь тренажер по управлению грузовиком. Чтобы за рулем реального автомобиля водитель чувствовал себя уверенно, курсант проходит 186 часов в теории и 72 часа практики. В другом кабинете манекен, которому нужно оказать первую медицинскую помощь. Таким навыком должен обладать каждый курсант. А вот в соседнем классе тренажер для капитанов маломерных судов. Подготовка будущих моряков включает в себя 130 часов в теории и практике. И не имеется карта, которая показывает движение судов. Все параметры здесь выведены. И он реально управляет судном. Возможности тренажера очень широкие. Можно вводить какие-то нестандартные ситуации, которые позволяют оперативно принимать участие. Мы говорим, встречные суда, расхождение судов, швартовка, погодные условия. Все это здесь реально вводится и отрабатывается уже непосредственно обучаемо. Сейчас в высшем учебном заведении обучается почти 2000 человек. Количество абитуриентов растет с каждым года. При поступлении будущие курсанты выбирают между несколькими факультетами. Однако рассматривается идея открыть дополнительный штурманский класс на первом курсе.